Тейпирование штука очень эффективная, но поскольку лица у нас у всех разные, иногда, чтобы решить по сути одну и ту же проблему, нужны разные схемы наложения тейпов. В частности, если у вас лицо тип усталости и деформации в нижней части лица, как у меня в данный момент, то тейп на брылье нужно накладывать тонкой полоской на самое проблемное место, на саму брылью. Но если же у вас лицо выглядит примерно плюс-минус вот так, то результата таким тейпированием вы не добьетесь. Смотрите, здесь много ткани и гравитация все тянет вниз. Если вы наклеите тонкую полоску, то вся эта масса победит ее просто на раз-два. Вот, смотрите, она вот так вот начинает давить и просто тейп, он же эластичный и он будет, ну не будет держать, короче говоря, лицо как положено. Но не огорчайтесь, это решаемо. Чтобы получить результат, мы просто должны поработать именно с этой частью лица. Убрать лишнюю жидкость и не дать ему сползать. Решение выглядит таким образом. Берем широкий тейп, я рекомендую иметь такой, если лицо крупное и деформации существенные. Также, если у вас кожа не слишком чувствительная, то можете при любом варианте строения лица использовать именно широкий. Его можно разрезать на узкие полоски и вы таким образом сэкономите. Почему я сказала про чувствительность кожи? Потому что у узких тейпов клейкая основа более деликатная, они меньше ощущаются на коже и легче снимаются. Так что выбирайте, какой вам больше подходит. Напоминаю, что кожа должна быть чистая и сухая. Никакого себума, никаких уходовых средств. И не переживайте, что кожа и сохнет. Дело в том, что тейпы, которые я вам показываю, не иссушают кожу. Под ними все с ней будет в порядке. А на свободные участки лица наносите ваш привычный уход. Таким образом, вы позаботитесь о каждом сантиметре вашего личика. Итак, беру широкий тейп, замеряю длину отрезка от нижней точки, где у нас брыли, собственно, начинаются. И до, внимание, начала скуловой кости. Якорим и пошли. Из моей практики, якорь удобно ставить тогда, когда тейп длинный, чтобы он не склеивался по пути сам собой. А вот короткие отрезки можно просто так наложить. Сейчас я от греха подальше заикорю. Если у вас узкий тейп, делайте ленты 2-3, как угодно. На ваше лицо и вам виднее. И обязательно потом прогладим как следует, чтобы сцепление стало максимально качественным. Это важно. Именно поэтому я настаиваю, чтобы ухода в экстресной лице не было. Даже если вы нанесете их за 2 часа до начала тейпирования. Ну вот, мы закрыли проблемную зону, полностью убрали гравитационное давление. Именно так большие брыли поддадутся воздействию. И еще мы поднимем щечки. В этой зоне объем уменьшится, а вот эта часть приподнимется. Красота! Оставляем на ночь. Они совершенно не доставляют дискомфорта. И запросто можно еще заклеить межбровку. На ней тейп сидит вообще как родной. Ну и конечно, накануне перед мероприятием привести себя в шикарный вид, это то, что сам доктор прописал. Утром все аккуратненько сняли, предварительно смачиваем тейпы водичкой и не спеша скатываем. Умылись, затем для закрепления результата наносим лифтинг-сыворотку. Видео у меня было недавно самыми действенными, ссылку оставлю. Далее крем. И питайте кожу, заставляйте ее вырабатывать коллаген. Тогда она будет вас лучше слушаться и эффект после тейпирования продержится долго. Что касается грядущих праздников, то я могу еще показать технику для снятия отечности, если хотите. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вопросы также пишите, может я что-то упустила. Всем успехов, целую и до новых встреч!